Доброе ранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом НСК-49. Сегодня в студии Стас Чебриков и Вена Илюшина. В Новосибирске очень много маленьких, больших и уже подрастающих деток, назовем их так. Все они любят заниматься самой различной внеучебной деятельностью. И родители зачастую даже теряются, не зная, что предложить своему ребенку. А предложите ему танцы. А почему, мы узнаем у нашего гостя. Роман Манжосов, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Рад быть с вами. Роман Манжосов, коуч танцоров и преподавателей танца из многих городов России и разных стран мира. Начал танцевать еще в подростковом возрасте и позже превратил свое хобби в профессию. О своей книге, что такое коучинг, а также как взаимосвязаны спорт и искусство, Роман расскажет сегодня в программе. Роман, вас представили как коуча танцоров. Что это такое? Куда делись педагоги, тренеры, я не знаю, почему коуч? Что это за название? Учитель танцев. Лена, у меня достаточно непростая работа. Наверное. Верю. Почему именно коуч? Я как раз таки тот человек, к которому приходят и педагоги, и тренеры, и танцоры. И ко мне обычно приходят с вопросом, что делать? Что делать? Это риторически очень звучит. Это правда звучит риторически. Ну, например, да, то есть приходят, ну, реальные все будут истории, да, приходят, например, мне пишет педагог, очень известный, я ее прекрасно знаю, мой хороший друг из Москвы. И говорит, Роман, вот у меня есть вот такая девочка в коллективе, очень амбициозная, прекрасная, талантливая, и она не может справиться со своими эмоциями во время соревнований. Что делать? Или, например... Соревнования по танцам. Соревнования по танцам. Или, например, родители не могут понять, каким образом они могут поддержать своего ребенка во время соревнований, если поражение или победа, и то, и то сложно справиться. То есть речь идет скорее о психологической поддержке сопровождения. О психологической поддержке, то есть для меня это работа ментальная, работа с тем, как человек мыслит, с тем, что человек чувствует, как он с этим справляется. И если мы говорим о педагогике, то коучинг педагогики, это прежде всего понять и разобрать ситуацию, что происходит, почему не работает система. Ну, например, человек работал, работал, все работало, коллектив работал, все развивалось, и вдруг перестает работать. И он не может... И он не может... Вы знаете, не только ведь нет побед, да? Вот человек чувствует, например, выгорать начинает. Вот он все делал, и он выгорает. Что делать? Эти люди приходят ко мне. И моя задача – помочь им разобраться, помочь им найти пути решения. Роман, такой вопрос у меня сразу возник. А можно ли прийти к вам на прием? Да-да, или в Таиланд поехать. Нет, вот когда человек не может справиться с эмоциями во время там чемпионата по танцу, да? Но ведь а чем отличается, если там человек, например, маленький человек, мы про детей, занимается боксом и тоже не может справиться со своими эмоциями? Ну, какая разница? Там эмоции и дух соревнований, тут эмоции и дух соревнований. Абсолютно никакой разницы. И я бы сказал, наверное, вот для меня разницы нет вообще. Потому что на самом-то деле я работаю не только с танцорами. Просто танец – это такая, знаете, для меня самая понятная, ну что ли, полянка, на которой я сам вырос, из которой я произошел. Вы сам профессиональный танцор? Вот, но на сегодняшний день я работаю с очень многими видами спорта. И на удивление это и хоккей профессиональный. А, то есть, ну вот к этому я и веду, что… Что связано со спорт-нагрузкой? Спорт, искусство. Я бы сказал так. Все, что связано с тем, как себя транслировать куда-то дальше, чем я сам. Ну, например, есть художник, у него ряд произведений. Он хочет их выставить, но при этом синдром самозванца, например. Безусловно, Лен, понимаете, да? Я, кстати, художников привожу очень часто в работе. Я объясняю людям, вы понимаете, что огромное количество потрясающих художников, которых мы просто не знаем. Потому что ни одну выставку организовать свою они не сумели. И суть заключается не в том, насколько ты хорошо рисуешь свои картины, а насколько хорошо мы знаем твои картины. Насколько ты смог свою картину все-таки набраться смелости и выставить на взгляды зрителей, потому что как только ты выставляешь на обозрение что угодно, танец, песню, картину... Здравствуйте, хейтеры! Конечно, в этот же самый момент я становлюсь невероятно уязвимым. И самым сильным людям самое сложное, что это представить себя уязвимыми. Поэтому гораздо проще нарисовать прекрасную картину, положить ее себе в стол или оставить в своей мастерской. И мы никогда не узнаем о новом Ван Гоге, Мане или Рубинсе. Иногда, может, и к лучшему. Маркетинг тоже вам подвластен. Ну, я бы сказал, это та тема, которую я очень много изучаю в своей жизни, поэтому я много работаю с людьми бизнеса. На сегодняшний день моя такая большая часть моей работы – это как соединить, я бы сказал, те технологии, которые есть сегодня в спорте, больших достижений. Идеальные клиенты, если папа – художник, рисующий стол, бизнесмен, и его сын пытается танцами заниматься. Вот они на прием. Или папа, тоже простая ситуация, и мне кажется, безумно интересная, когда ко мне приходит в работу, в долгосрочную работу человек бизнеса. И бизнеса достаточно большого. Но при этом цель, которую он ставит перед собой, он говорит, Роман, я вот работаю с миллионами, мне нужно выходить на уровень миллиардных оборотов. И я задаю ему очень простой вопрос – зачем? И ответ, на самом деле, удивительный был. Меня просто потряс ответ. Он говорит, я всегда хотел заниматься благотворительностью. Я хочу помогать людям. Я задал ему очень простой вопрос – а неужели ты сегодня не можешь помогать людям? И для меня, наверное, была одна из таких, ну, важных эмоциональных каких-то событий, когда на следующую сессию, через неделю, приходит этот человек, говорит, Роман, ты знаешь, после нашей предыдущей сессии я съездил в школу, в которой я учился, поговорил с директором, узнал, что им нужно. Я закупил материалы, и крышу уже делают. И для него это было настолько потрясающее самого ощущение, что на самом деле мне не надо вот где-то там в будущем чего-то там заработать, чтобы я мог помогать людям. Чтобы помогать людям, мне нужно просто взять и начать это делать. А что-то с людьми случилось? Почему раньше не было такой профессии, как коуч? Все раньше люди сами догадывались, да. Ну, давайте тогда пойдем чуть-чуть раньше, да? Был такой человек, звали его Тимоти Гэллоуэй. И в 70-е годы он очень много изучал, он был психолог, и он изучал теннисистов, он обожал большой теннис. Он не мог понять простую вещь, он любил теннис, сыграл в него. Он не мог понять простую вещь, почему теннисисты, которые в тренировочном процессе играют два на высоком уровне. Вот супер уровень. Но когда они выходят на соревнования, всегда выигрывает только один из них. И, соответственно, там он первая ракетка мира. А другой двухсотая ракетка мира. А теория вероятности там нет? Никакой теории вероятности, потому что в тренировочном процессе оба хороши. И он начал изучать, ну почему выигрывают одни и те же? Почему играют в теннис многие, выигрывают одни и те же? Купленок все. Нет? В теннисе сложно. Да, ну ты или мячом попадаешь в корт, или нет? Вот. То есть очень сложно купить все. Ну да. И он начал изучать этих людей. И вот он был первым человеком, который ввел понятие внутренняя игра. Что на самом деле побеждали те, кто наиболее эффективно проводил... Теперь, ребят, внимание, да? Вот 25 секунд, это когда у тебя закончился один розыгрыш, и начинает этот другой. Вот перед следующей подачей у тебя 25 секунд. Надо поразить взглядом соперника? Нет. Тот, кто умеет восстанавливаться быстрее за 25 секунд, тот побеждает. Потому что нервная система у него работает намного эффективнее. И если мы даже сегодня посмотрим с вами соревнования по теннису, то обычно на больших соревнованиях в первом сете, когда они играют, борьба идет очень плотная, очень напряженная. И даже вот этот, назовем так, аутсайдер может выиграть первый сет, но он не выиграет матч. Потому что тот, кто топ-уровень, он знает, как восстанавливать нервную систему быстрее. Он мыслит по-другому. И вот этот человек был, по сути, на самом деле, прародителем коучинга. Потому что когда возник термин коучинг, он возник практически через 10 лет после этого. Это был человек уже, который был вдохновлен работами Тимати Голове, который по-прежнему считал, что просто внутренняя игра. И вот появился понятие коучинг. То есть что такое коучинг? Чтобы мы понимали, чтобы это не было какое-то такое странное слово. Это как из точки А прийти в точку Б? Ну, то есть как, я не знаю, мне из этой, вот мне из того, что я сегодня имею, прийти туда, куда я хочу завтра. С точки зрения психологии. Ведь когда человек хочет преуспеть профессии, как это делается? Он идет к уже сформировавшемуся специалисту, смотрит, что делает тот и учится. А причем тот коуч. Если, ну, общаясь с людьми, складывается впечатление, что основная масса думает о том, что коуч это такой человек, который стоит рядом и говорит, давай, ты сможешь быстрее, выше, сильнее. Ну, как было на заводах в Советском Союзе, мастер наставлен. Вдохновляет. Ну, не то, что вдохновляет. Я думаю, Лена, знаете, есть разные, разные коучи, разные методы и техники. Я бы сказал, наверное, безусловно, мне нравится, когда человек выходит с моей сессии и говорит, Ром, у меня все время ухожу от тебя, у меня крылья за спиной. Я начинаю верить в то, что я делаю. Не потому, что я ему говорю, ты можешь, ты справишься, но потому, что мы действительно пытаемся увидеть те возможности, которые он не видит. Потому что я абсолютно убежден. То есть мы расширяем точку зрения. Безусловно, потому что я абсолютно убежден, что когда человек находится в процессе чего угодно, семейного процесса, семейного конфликта, тренировочного процесса, он внутри процесса, он не может увидеть те возможности, которые он видит изнутри. И моя задача помочь ему выйти и посмотреть вместе со мной снаружи, и посмотреть, а что мы можем еще, чего мы не видим, где наши слепые зоны. Неужели это тот самый выход из комфортной зоны? Это, ну, во-первых, хорошо бы из комфортной. Лен, ну, очень часто из низкого, из некомфортной. Да часто людям, да некомфортно там. Им не нравится там, где они находятся. И они не понимают, как это изменить. Но они не понимают. Они это делают не от хорошей жизни. Да, ну, ведь мы живем, ну, давайте посмотрим реально. Мы живем в обществе, неужели действительно счастливых людей? Ну, знаете, меня всегда поражало. Вот я когда учился в школе, я вообще не доверял учителям. По одной простой причине. Я смотрю на эту несчастную женщину с потухшими глазами, плохо выглядящую, которая мне пытается донести... Где вы учились? В обычной школе. Я тоже в обычной. Я не учился. У меня веселые были. Потому что я был в этом классе. Ну, может быть. Ну, понимаете, как вам сказать, да? Это были те люди, которые не могли быть моей ролевой моделью. Ну, никак. Вот они не могли быть моей ролевой моделью, и они пытались мне, ну, грубо говоря, помочь, подсказать, как мне жить. А секундочку, все сейчас вы нам секреты не рассказываете. Нам необходимо прерваться на небольшой отрезок времени. Мы посмотрим, что приготовили для нас корреспонденты телеканала ЭНСК-49. Не переключайтесь. Доброе ранжевое утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы говорим о танцах и о том, как помочь тем, кто танцами занимается. У нас в гостях Роман Манжосов. Роман, когда вы занимались танцами, кто вам помогал, так сказать, там, справиться с волнением? Был ли коуч? С нервами, да. Или вы не нервничали? Вы знаете, я бы сказал, ребят, так. Наверное, я в том числе пошел в коучинг, потому что я не понимал, как с этим справиться. У меня были прекрасные педагоги. Но все время было ощущение, понимаете, ты как будто вот, когда тебе нужно показать свой лучший танец. Показать. Тебе как будто, знаете, как будто все думают, что все и так знают. Ну, все и так знают. Ну, а что там? Ну, вышел, я не знаю. Ну, вот, например, ведешь передачу. Да, как будто все и так знают. Ну что, там сел и провел хорошо передачу. Ну, элементарно же. А это вообще не так. Это вообще не так, да? И я понимал, что я был тем человеком, я был тем ребенком, подростком, который, а, не справлялся, Б, ему не у кого было спросить И вообще, ведь победа в танцах Ну, оценка танца Это достаточно субъективно Если там, в футбол все понятно Кто кому бал и забил, тот выиграл С другой стороны, подожди, спортивные танцы Это же техника определенная, ну там, не знаю, как фигурное катание Также же баллы дают за какой-то элемент Культуристы выходят Девушки, все красивые Как понять, кто из них первое место И кто второе Безусловно, и я думаю, что Для этого мы должны понять, что есть Два понятия видов спорта Так называемые директивные виды спорта и не директивные Директивные, бокс, футбол Есть ты, есть соперник Есть две команды Кто-то, кто забил больше голов, тот выиграл Директивный вид спорта, очень легко понять, кто победил В конце мы все, как зрители, понимаем Но когда мы в том числе смотрим Тоже фигурное катание, это не директивный вид спорта Там победителя определяет Жюри, профессиональное И зритель, который смотрит, он Ну не может понять изначально, кто победил В фигурном катании то проще понять Конечно Где там четверной тулуп не упал Стало проще, не забывайте Стало проще, если мы вспомним после Олимпийских игр Когда две пары танцевальные занимают одинаковое место Потому что им судьи ставят одинаковые баллы И это по сути послужило реформой Оценок в фигурном катании И я думаю, что очень много видов спорта не директивных Когда все очень субъективно Но если мы говорим, например, конкурс балета А ведь это еще тот спорт Потому что, ну, когда ты выходишь И это очень сложно Потому что конкурсы балета Это невероятный стресс Потому что, ну, ты должен быть, назовем так, идеален Да, и даже если ты идеален Выиграть можешь только один И я думаю, что это всегда колоссальное психологическое давление на людей Колоссальное Роман, что вас сподвигло на то Чтобы создать вот эту прекрасную книгу? И у меня какое-то такое ощущение Что ее рекомендовано прочитать даже Не только тем родителям Дети, которых занимаются танцами Но в целом всем Вообще, о чем книга? О чем книга? Книга Это мой диалог с родителем Но при этом в книге, на мой взгляд Есть все-таки такое, знаете, я бы сказал двойное дно Потому что мы говорим не только о реальном ребенке Но мы говорим и о нашем внутреннем ребенке О том ребенке, в нашем, внутри каждого из нас Который когда-то мечтал Который когда-то мечтал, я не знаю, стать кем-то Кем в итоге не стал И после этого пытается, ну, я не знаю Каким-то образом всю свою жизнь Ну, я не знаю Может быть, в том числе реализовывать это через детей И это не самое лучшее решение, на мой взгляд Которое мы можем своему ребенку подарить Когда мы реализовываем не его потенциал А, свой реализованный потенциал А вы сами пошли вот в детстве заниматься танцами? Или вас заставили? Я пошел сам А, ну, это, наверное, редкий случай Это, ну, во-первых, все-таки, да Знаете, я был хороший друг У меня была подруга А мальчиков всегда не хватает Вы знаете, нет У нас вообще как-то, у меня Ну, видите, это было очень давно Все-таки я уже такой возрастной человек И в то время, конечно, в танцы не приходили в детстве Приходили, да, подростковый возраст И пришла подруга, она была очень высоким человеком И очень полная И она записалась на танцы И она говорит, Ром, ты не писаешь, как я стесняюсь? Я, я хочу танцевать Я такой, да вообще не вопрос Пойду с тобой за компанию Собрал весь класс, 20 человек пришли танцевать Серьезно, мы пришли Конечно, потому что мы были очень дружным классом Очень дружным Через три месяца я остался один Все поняли, что это очень тяжело Что это очень большая работа Мне очень было себя комфортно там чувствовать и размещать Да, я пришел сам Ну вот в том, наверное, отличие, что вы пришли уже все-таки, ну, понимая что-то Нежели 6-летки Конечно, но при этом я могу сказать, почему книга для всех А я был тем ребенком, который мечтал Только не танцевать мечтал А мечтал в футбол играть А вы говорили об этом? И я играл И я играл Я играл в футбол И со мной произошло то, что происходит в этой книге Потому что книга называется Ребенок, который хотел танцевать И это очень интересная история Потому что 8-летняя дочь моего издателя Задает папе вопрос Пап, почему хотел? Он что, больше не хочет? А ребенок танцует И мой издатель Михаил говорит Роман, ну почему книга не называется? Ребенок, который хочет танцевать Почему хотел? Я говорю, Мишенька, да потому что через 4 года Вот если ваш ребенок еще будет хотеть танцевать Вы вспомните меня И вам или очень-очень сильно повезло Или просто вы поймете, почему ребенок, который хотел Это как с музыкальной школой Когда люди потом не подходят к инструменту Никогда не подходят к инструменту Огромное количество детей, которые танцевали в детстве Больше никогда не танцуют А тот, кто занимался футболом, больше никогда не хочет играть в футбол Это именно все из-за системы, из-за строгости Больше кнута, чем пряника Это диалог, это диалог с семьями и с тренерами Но прежде всего для меня это разговор с семьей Потому что когда мы живем в обществе В котором эмоциональное и физическое насилие в спорте Оправдывается результатами Я считаю это в сегодняшнем мире просто неприемлемо И мы получаем то, что получаем Мы получаем общество людей Которые нам потом говорят Эти дети ничего не хотят Или подростки не хотят заниматься спортом Потому что они хотели А мне так даже тренер говорит о том Что если детей не заставлять, ничего не получится А счастливы они будут когда-нибудь потом, попозже А я именно вот так бросил фортепиано заниматься Потому что выяснилось И моя мысль заключается глобально в следующем, ребят Я считаю, что во многом Это происходит просто потому Что эти многие педагоги Из них многие очень талантливые педагоги Они просто не знают, как по-другому И не хотят знать Потому что власть педагога Власть тренера Власть учителя Она практически безгранична от ребенка И на мой взгляд, эта книга о том Что мы взрослые Мы должны, мы обязаны Осознавать последствия своих действий А детские примеры есть у вас? Кейсы, да? Да, конечно Очень много детских примеров Очень много детских примеров Я постарался в эту книгу вложить Потому что на самом деле Откуда возникла книга? Моя работа Это работа с конфиденциальностью Когда человек приходит ко мне И рассказывает историю Эта история остается только во мне И во мне стало так много этих историй Так много боли Ребят, так много боли Этих детей, которые ко мне приходят И мне доверяют И я, понимаете Я такое понимаю, что Я не знаю, что мне с этим делать И я понял, что должен написать об этом книгу И в этой книге все имена героев изменены Но все истории реальные Все истории подлинные И люди, которые читают эту книгу Многие мне говорят Я просто сижу и плачу Потому что в этой истории я Это моя история Человеку уже 40 лет Он читает эту книгу Он думал, что он Легкое чтение Почитает про танцы А человек сидит на пляже Где-нибудь На отдыхе Отдыхать приехал И ты плачешь Потому что он говорит Это моя история Это как раз моя история Того человека, который больше не играет музыку Это моя история человека Который решил когда-то Что он не сможет танцевать Ну потому что кто-то ему когда-то сказал, что он не талантлив Или кто-то Как ко мне приходит Прекрасная Потрясающая девушка Которая благо В свои 30 с небольшим лет Пришла танцевать Пришла танцевать А сама художница И она говорит А я так мечтала себе танцевать А родители сказали Ну у тебя Ну как бы вот руки прекрасно устроены Где ты, а где танцы Вот иди рисуй И в итоге говорит Она, ну она стала Правда хорошей художницей Только мечтала всегда Она танцевать И вот я же говорю Ну зла, здорово Что есть люди Которые вот этой мечтой своей Могут прийти А ведь огромное количество людей нет Огромное количество людей А вы работаете с такой темой Как мечтаю Но не о том О чем действительно Я лично мечтаю То есть сейчас же много Навязанного Опять же темным маркетингом Соцсети Телевидения Я думаю, что это Ну в принципе Наверное Одна из моих главных задач Это помочь человеку Понять Моя ли это мечта Мое ли это желание И И как отличить свое Не от своего Но ведь это очень сложно Правда Как отличить Что оказывается Эту мысль Мне кто-то навязал Когда я был Очень маленьким ребенком А я всю жизнь Хожу, бедолага И думаю, что это моя мысль И когда я понимаю Что эта мысль Мне просто навязана Я смотрю И думаю, боже мой Как же мне без нее хорошо Без этой мысли Которой я себе присвоил И думал, что ну вот это вот так После этого я могу От нее потихонечку Конечно, маленькими шагами Потому что она столько лет Со мной жила Убрать ее наконец-то в шкаф Запереть этот шкаф на ключ Скажите, а если Роман Кто-то к вам приходит И говорит Знаете, я всю жизнь С детства мечтал Стать миллионером И ничего при этом не делать Как мне быть Что моя мечта не сбывается А меня художники отдали А вы знаете, я думаю Это тоже очень простой момент Потому что если человек Хочет быть миллионером Я ему помочь ничем не могу А потому что А я хотел записаться Ну, простите Простите, друзья Невозможно Для меня невозможно Я не верю в это Я считаю, что И в книге об этом есть На самом деле Очень много сегодня Люди говорят о внутренней мотивации Ну, как быть правда Мотивированным Что очень много Ведь людей успешных Не знаю Имеют кучу медалей на шее Мастера заслуженные Мастера спорта Имеют миллионы И они тотально несчастны Эти люди несчастны И я очень Ну, как бы Понимаете Наверное, сложность моей работы В том, что ко мне редко приходят Люди счастливые Которые приходят и говорят Ну, знаете, я очень счастлив Хочу к вам прийти Хочу похвастаться Конечно Люди приходят Которые чувствуют себя обманутыми Ведь смотрите Мне обещали Я заработаю, я не знаю Миллион долларов И я буду счастлив Или я стану там Чемпионом мира И я буду счастлив Он становится А счастье не чувствует Это та самая навязанная мечта Получается Безусловно И я думаю, что это связано Не только с этим А связано Зачем мне этот миллион И если миллион нужен мне Для того, чтобы я затыкал Свои какие-то Ну, знаете, как дыры Материальные нужды Конечно А если, например Возвращаясь вот к этому человеку С благотворительностью А если мне нужны деньги Для того, чтобы, я не знаю Печь вкусный хлеб Понимаете Вот мне нужно Расширить производство Потому что хлеб я люблю Вкусный Я его люблю печь Я хочу, чтобы люди В этом городе, где я живу Ели вкусный Полезный хлеб И вот тогда Я этому человеку Хочу помочь Я хочу сказать Дружище А я тоже хочу Есть твой вкусный хлеб И давай мы подумаем Что мы можем сделать Чтобы были у тебя эти деньги Чтобы ты мог Печь вкусный хлеб Чтобы ты мог Хорошо отдыхать Потому что тебе нужен Хороший отдых Чтобы твои дети Могли получить хорошее образование Чтобы они потом Не работу хорошую получили А дали другим людям Хорошую работу Знаете Я хочу помочь людям Делать что-то хорошее Для нас Для других И когда мы понимаем Что я делаю что-то Для кого-то Не будет никакого выгорания Я буду счастлив В том, чем я занимаюсь И я смогу Знаете, как говорил Ницше У того, кто есть Зачем Он может выдержать Любое как Знаете Он выдержит все Он выдержит любые кризисы Он выдержит любые Трагедии, переживания Это самая мотивация Да Он выдержит Потому что ему есть Зачем жить Он живет, чтобы У всех был Вкусный хлеб Я есть захотел С утра Пример всем тем Кто завтракает Про хлеб Вкусный рассказывали Но Хочется Буквально Вот чтобы Хочется теперь Выяснить твою мечту В двух-трех словах Все-таки Для кого эта книга Вот прям вот В двух-трех словах Я считаю действительно Эта книга, ребята Для каждого из нас Эта книга О Детях Родителях И Мы каждый из нас Каждый из нас Ребенок Спасибо, Роман Большое спасибо, что пришли Спасибо, что пригласили Корректор А.Егорова